Друзья, доброго утра, хорошего настроения, приятного аппетита! Именно так, по традиции, я приветствую вас в этой студии. А встречаемся мы здесь для того, чтобы попробовать новые блюда, запомнить новые рецепты, придумать, может быть, новые варианты сервировки, а также протестить отличную технику. Но самое главное, мы с вами делимся хорошим настроением, и я надеюсь, что вы после каждого выпуска накрываете стол и собираетесь со всей семьей, с родными и близкими, а я именно этого и добиваюсь. Именно сегодня я приготовила два новых семейных рецепта, которые можно подать к столу. Времени терять не будем, давайте начнем готовить. Итак, сегодня я разработала меню для всей семьи. Прежде я хочу поздравить всех с этим памятным, знаменательным днем – Днем Победы. 9 мая особо отзывается в каждом сердце казахстанцев. И сегодня я уверена, что у многих дома будет стол, будут воспоминания, будут рассказы, будут душевные встречи. Это праздник памяти. Поэтому я думаю, что мои рецепты пригодятся тем, кто собирается накрыть стол для своих родных и близких. У меня сегодня два интересных, вкусных и сытных рецепта, причем они доступны из весьма простых продуктов. Первое – это будет пирог, вкусный, сытный пирог, который можно подать к чаю, можно даже этим пирогом заменить обед или ужин. А второе, что я хотела бы для вас приготовить – это фунчоза. Лапша с потрясающим набором овощей по моему личному рецепту. Мы делали разные варианты, еще раз повторим. Ну а начну я с пирога с зеленью и яйцами. Нежнейший пирог с зеленью и яйцами. Яйцо, соль, мука, сода, сметана, майонез три желания с перепелинными яйцами. Лук зеленый, шпинат, куркума, шафран молоты. Солнечный, весенний, вкусный и сытный пирог. Вот таким мы сейчас и приготовим наш наливной пирог из жидкого теста. Начнем, естественно, с теста. На этот раз мне понадобится 4 яйца. У меня есть разные рецепты и варианты приготовления наливных пирогов. И очень часто мы готовим, например, вот у меня был такой рецепт, самый такой актуальный. 2-3 яйца. Но вот эти вот яйца помельче, а бывают крупные яйца, достаточно двух яиц, стакан кефира, полстакана майонеза, полстакана сметаны. Отличный рецепт. Ну а сегодня я вас познакомлю еще с одним рецептом тоже очень вкусного, очень такого пышного теста. Так, яйца взбиваю сразу с солью, причем соль, ну сразу где-то чайную ложку, неполную, конечно, кладу. Далее я добавляю сметану. Сметаны, ну обычно в пачке сколько там, 200-300 грамм, не принципиально важно, но где-то стакан сметаны нужен. Причем чем кислее сметана, жиже и менее жирная, тем лучше. Далее размешиваем. Теперь сразу сметану нужно добавить, пока среда кислая, чайную ложку разрыхлителя или соды, пекарский порошок, ну что вы используете. И мы, естественно, размешиваем и смотрим, чтобы разрыхлитель или сода хорошо разошлись и загасились. Теперь в эту красоту я добавляю столовую ложку моей любимой полезной золотой куркумы. Куркума – символ здоровья. Эликсир молодости. Антибактериальное средство наряду с имбирем работает отлично в период вирусных заболеваний для укрепления иммунитета в целом. Добавляем куркуму. Причем куркума действует на многие органы. Это не только там, она полезна для сердечно-сосудистой системы, например. Она хорошо и для желудка, она хороша и для сосудов, она хороша и для кровообращения. Предлагаю вам использовать шафран. Причем шафран этот я буду добавлять не в начинку, а в тесто. Размешиваем шафран, он еще разойдется во время выпекания. Не ждите сразу эффект, как от куркумы. Ну и теперь последний и главный ингредиент, с которым готовится каждый вариант теста наливного пирога – это майонез. Причем сегодня я буду использовать любимый майонез «Три желания» на перепелиных яйцах. Нежный вкус у этого майонеза, просто уникальный. Более того, этот майонез абсолютно натуральный, не содержит никаких ГМО. И перепелиные яйца, вы, наверное, знаете, что это замечательный диетический продукт, это комплекс витаминов. Это очень полезный продукт, поэтому с этим майонезом вы можете как заправлять салаты, как делать какую-то нежную выпечку, можно просто готовить бутерброды. Я добавлю 3 столовые ложки. Но благодаря этому нежному изысканному вкусу, конечно, тесто вот и приобретает такую нежную-нежную текстуру. Так, раз, два и три. Так, на глаз накидала, где-то больше, где-то меньше. И теперь размешиваем майонез. Он очень быстро разойдется. Добавляем 7 столовых ложек муки. Пшеничная мука. Добавляя, просеиваем. Я вот таких вот прям с горкой добавила. 7 ложек. Но мне кажется, у меня, мне этого будет достаточно. Сейчас посмотрю. Потому что яйца были небольшие. А бывает, когда яйца крупные, имейте в виду, достаточно будет 3 яйца. Или уж если следовали рецепту, то чуть-чуть увеличивайте остальные ингредиенты. И тесто должно постоять. Вы знаете, что любая мука, она требует клейковины. Пусть оно постоит. Я его, ну, такую красивую прятать не хочу. Вот сюда вот поставлю. Так, теперь делаем начинку. Начинку предлагаю вот максимально простую, сытную, вкусную начинку приготовить. То, что есть всегда дома. Лук, яйца. Но у меня еще шпинат. Хорошо, если он у вас тоже будет. Так, берем шпинат. Обрежу стебельки. И его рубим. Отправляем в чашку. Так. Далее зеленый лук. Классика. Пирожки с яйцами, зеленым луком. Самое вкусное, что нам готовили в детстве. Эту начинку мы приготовим. Зеленый лук. Беру два таких вот хороших пучка. Зеленый лук готов. Сейчас вся зелень пахнет, пахнет зеленью, лук пахнет луком. Сельдерей, ароматный сельдерей. Прям все так радует, все оживает. Потому что в зиму, конечно, немножко другое качество продуктов. Наверное, возьму лопатку. Мы перемешиваем. Перемешайте сначала зелень, чтобы потом сильно много с яйцами не мешать. Можно чуть-чуть подсолить, но немного. И теперь яйца. Яйца у нас отварные. Обычные яйца. Отварили мы их в подсоленной воде. И почистили. Вот они, куриные яйца. Мы их режем. Причем то, как вы нарежете их, не имеет никакого значения. Хотите покрупнее, хотите помельче. Можно кубиком, можно вот такими вот дольками. Что быстрее, что удобнее для вас. И на эту начинку подойдет где-то 5-6 яиц. Так. Хорошо. Добавили. И перемешиваем. Теперь выпекаем. Форму для этого пирога вы можете взять любую. Форму можно смазать растительным маслом. А если вы в ней уверены, то можно и не смазывать. Далее наливаем половину теста. Половину. И простучим, чтобы разошлось по дну. Вот тесто расходится по дну. Теперь выкладываю начинку. При высоких температурах, естественно, вся зелень уменьшится в объеме. Хорошо. Распределили начинку. Я думаю, вам видно. Распределили. И снова заливаем тестом. Вылили. Равняем. Теперь простучали. Эти пироги наливные обязательно нужно простучать. Все. Этот пирог выпекаем при температуре 180 градусов где-то 35 минут. Во-первых, пирог должен слегка подняться. Затем у него должна появиться легкая такая румяная корочка. Легко, просто, доступно из самых простых продуктов, которые, я думаю, что всегда под рукой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И перемешала начинку. Половину теста вылила в форму для запекания, которую смазала растительным маслом. Сверху выложила начинку, равномерно распределила и залила оставшимся тестом. Выпекала пирог при температуре 180-200 градусов около 35 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее блюдо, о котором я говорила, может быть теплым салатом или холодной закуской, прекрасным обедом или ужином. В любом случае, это блюдо займет достойное место на вашем праздничном столе. Мы готовим фунчозу по моему рецепту. Фунчоза по моему рецепту. Лапша фунчоза, огурец, перец паприка, куриная грудка, лук, растительное масло, чеснок, соевый соус, шпинат, грибы, морковь корейская. Фунчоза. Рисовая лапша, крахмальная лапша или стеклянная лапша, как ее еще называют, заправленная овощами, грибами, специями и иногда в некоторых вариандах мясом. Так, лапша, мы ее сейчас приготовим. Выбирайте ту лапшу, которая вам нравится, которую вы знаете наверняка. Некоторые виды лапши готовят 2 минуты, некоторые просто запаривают кипятком, какую-то варят 6 минут, но чаще всего практически любую лапшу нужно хорошо промыть в холодной воде после ее приготовления. Далее, я обязательно зажариваю ингредиенты все. Так, смотрю, закипает вода или нет. Ну, я поставила сразу на максимальную мощность, и на этих плитах вода закипает очень быстро. Обберем лук. Я его очищу, нарежу тоненько полукольцами и зажарю. Добавляю растительное масло. Так, закидываю лук в сковороду. И пока мы его одной рукой будем обжаривать, второй рукой будем готовить курицу. Далее, мясная часть. На самом деле, в фунчозу вы можете добавить любой белковый продукт, правильнее так. Она может быть с рыбой. Фунчоза это может приготовиться с курицей, с копченым мясом, с мясом индейки, с говядиной, как я уже говорила. Это может быть заранее отварное мясо, кстати, тоже очень вкусно. И, конечно же, креветки, кальмары. Вы можете сделать даже морской коктейль. Я же использую самое доступное и понятное. Это куриная грудка. Быстро, полезно, ничего сложного. И всегда продается практически в любом магазине, даже у дома. Нарезаем небольшими кусочками. Так. И теперь закидываем к луку курицу. Можете все пожарить вообще отдельно, но, мне кажется, лук с курицей будет и вкуснее, и лучше. И вот пока жарится курица, нам важно приготовить лапшу. Доску я поменяю сейчас. Лапша у меня по инструкции варится 5-6 минут, потом промывается холодной водой. Опускаем ее. И сейчас будем засекать время. Все, лапша утонула. Пусть варится. Здесь же обжариваем курицу с луком. Я работаю, как вы знаете, в студии LG и работаю с премиальной техникой LG Studio. Она здесь вся представлена. Все, о чем мечтает женщина. Знаете, вот эта вот поверхность мне очень нравится, потому что она, во-первых, мощная. Во-вторых, у нее есть слайдерное управление. То есть я мощность выбираю просто легким движением пальца. Любую температуру выставляю уровень, на котором должно готовиться блюдо. Но и самое прекрасное, что на этой панели есть таймер. Вы представляете, как здорово? Закинул во все сковородки разные ингредиенты. Выставил таймер, и блюдо не пригорит. Варочная поверхность сама знает, когда что нужно отключить, чтобы блюдо не пригорело. Это удобно, потому что порой за всем уследить сложно. У меня осталось еще минуты 3 до готовности лапши, поэтому буду готовить следующие ингредиенты. Все, что угодно, можем взять, например, грибочки. Так, доску мы поменяли, да, на чистую после курицы в любом случае. Грибы. Хотите, нарежьте соломкой, хотите вот такими вот пластинками, как вам нравится. Они в процессе жарки, конечно, могут еще и немножко поломаться. Лапша у меня отключилась. Это говорит о том, что таймер сообщает нам, лапша готова, 6 минут прошло. Я должна ее промыть. Так, теперь курица прожарилась. Мы в большую миску, где мы будем готовить фунчозу, высыпаем туда курицу. Это у нас готово. И опять я эту же сковороду также ставлю на варочную поверхность, на ту же температуру. Огурицу прикрываю крышкой, так вот она не будет вам мешать, чтобы мы с вами все видели. Буквально вот немножечко масла, все, этого достаточно, прям пол чайной ложечки. Выкидываю туда грибы, закидываю в сковородку. Распределяю их, пусть жарятся. Следом готовлю чесночок. Чеснок, говорила, молодой, да? Несколько зубчиков, прям с корочкой. Как он хрустит, как он пахнет, как он звучит. Прекрасно прям. Так, сделали мощность поменьше и добавляем чеснок. Чеснок нам не нужно зажаривать. Он молодой, ароматный, но при этом мы сейчас уберем эту резкость. Немножечко смягчаем эфирные масла чеснока. Тоже выкладываем в чашку. Снова ставим в сковороду, и у нас плита не остывает даже. Добавляем еще чуть-чуть масла. Берем шпинат. Как он вкусен в фунчозе, вы себе не представляете. Много не буду. Хотите рвите, хотите рубите. Пусть вас объем его не пугает, можно добавить больше. А можно его протушить на воде или слегка забланшировать кипятком. Какой метод вам больше нравится, так и готовьте шпинат для фунчозы. Так, шпинат доходит. Добавляем перчик, добавляем в свежем виде. Договорились. Но, как помните, если мы не подаем сразу эту фунчозу, то обязательно, друзья, не забывайте. Нам надо будет его зажарить. Протушить. Так, вот в эту горячую миску я выкладываю подготовленную лапшу. Промыли. Пока ингредиенты теплые, лапша уже у нас, естественно, холодная. Перемешиваем теплое с холодным и накрываем крышкой. Все. Так, теперь перец режем, огурец шинкуем. Перец режем соломкой. Хорошо. Морковь. Можно взять свежую морковь. Ее слегка запассировать с чесноком. Посолите, поперчите по вкусу. Но это возня. У меня есть готовый корейский салат. Причем, обратите внимание, он такой больше домашнего вида. У нем нет никаких красителей, гутамата натрия. Он не очень острый. Такая вот хорошая промаринованная морковочка. Вот такой салат. Я беру и не сильно, но просто вот крест-накрест рублю, чтобы было удобнее. Закидываем в фунчозу. Хорошо. И что у нас осталось последнее? Это огурец. Причем в небольшом количестве. Мы натираем его на шинковке или крупной терке. Вот он в ситечке. Теперь солю. Солю, перемешиваю. И пока мы его перемешиваем, с него стекает сок. Далее открываем эту красоту. Она у нас еще не заправлена. Огурцы мы успеем с вами добавить. Берем соевый соус. Густой вкусный соевый соус. И заправляем соевым соусом. Добавляем подготовленные огурцы. Теперь берем лапшу. Чистые кухонные ножницы. И делаем надрезы. Все, стрижка. Лапши прошла очень удачно. Снова накрываю крышкой. И теперь мешаю. Лапша перемешалась. Мы сейчас всю эту красоту красиво сервируем. И пробуем на вкус, на соль, на острый перец. Наша лапша готова. Осталось ее выложить на тарелку. И в таком легко-теплом виде, еще не совсем холодную, но и не горячую, подавать любимым, родным и близким. Фунчоза по моему рецепту. Лук я порубила полукольцами, обжарила на растительном масле. Куриное филе нарезала соломкой и добавила к луку. Обжарила. Фунчозу опустила в кипящую воду на 5 минут. Грибы нарезала пластинами. Готовую лапшу промыла холодной водой. Обжаренную курицу переложила в миску и на этой же сковороде обжарила грибы. Чеснок порубила, добавила к грибам, обжарила и переложила к курице. Шпинат порубила, протушила, добавила к курице. Ввела лапшу. Паприку нарезала соломкой. Добавила к лапше вместе с готовой морковью. Огурец нашинковала на крупной терке, посолила, отжала от сока. Содержимое в миске заправила соевым соусом. Добавила огурцы и все перемешала. При помощи ножниц сделала надрезы на лапше. Вкусная рисовая лапша и шикарный яичный пирог. Это то, чем я с удовольствием угощаю своих родных и близких. И вам советую. Надеюсь, рецепты понравились. А тем более, когда есть повод собраться за столом и устроить чаепитие, вкусный пирог так прям манит ароматами. Вот таких моментов я не упускаю. И, естественно, к столу я подаю любимый Ахмати. Сегодня я предлагаю вам Earl Grey. Он успокаивающий и бодрящий, пикантный, чарующий, интригующий. В нем такие, знаете, тонкие, но выраженные нотки цитруса. И при этом наш любимый аромат цейлонских сортов. Чай крепкий, чай очень любимый и один из самых популярных. Но так как этот чай обожают, вы видите, какую упаковку большую я вам рекомендую покупать. 500 грамм. Очень удобно, экономично. Ну и тем более, что все вы давно знаете качество чаев компании Ахмат. Я заканчиваю нашу встречу с чаем Ахмат. Я наслаждаюсь этим вкусом Earl Grey и напоминаю вам, что ровно через неделю мы с вами встретимся. Но за эту неделю я вам рекомендую поучаствовать в челлендже. Готовь дома и получай подарки. Все подробности на сайте 31 канала. Я уверена, что многие из вас останутся довольными, потому что получат настоящие призы. Ну а для меня главный приз и главный подарок – это если вы действительно приготовите по моим рецептам дома. А мы с вами через неделю, как я уже сказала, увидимся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»